СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВА СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВА СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВА СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВА СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВА Мне кажется, что на сегодняшний момент в России, если мы говорим о социальном неравенстве, то, наверное, нужно добиться исполнения законов, как минимум, Конституции. Тогда уже огромное количество проблем, которые вызывают этот феномен социального неравенства, будет решено. Это базовая вещь. Общество должно требовать исполнения конституционных прав Конституции в полном объеме, так как Конституция — закон прямого действия. Мне кажется, что в вопросе несоблюдения закона всегда существуют две стороны. Это как в вопросе взятки. Всегда есть человек, который дает взятку, и человек, который берет взятку. Например, взятки гаишнику тоже. Не только гаишники плохие, что они их берут, хотя они, безусловно, плохие, что они их берут. Но те, кто нарушают, зная, что всегда можно откупиться, тоже плохие в этом смысле люди. Поэтому не нужно давать взятки гаишникам, и тогда гаишники перестанут их брать. Они с вас будут их требовать, но если они поймут, что с вас их требовать бесполезно, они их и требуют перестанут. На ментальном уровне необходимо осознать важность. Всему всегда должна быть осознанность в голове угла. Вы должны осознать необходимость этих изменений, как работают эти механизмы, и, собственно, прийти к тому, что вы должны понять, я хочу изменить этот мир, я начинаю менять себя. Собственно, вот моя... Я, например, один раз в жизни дал взятку гаишнику. Один. на третий день получения прав. Больше с тех пор я никогда, ни при каких условиях этих взяток не даю. Я для себя решил, что я никогда этого делать не буду, что я не хочу, чтобы они с меня брали эти взятки, и я не буду их давать никогда им. Поэтому мне кажется, вот это хороший путь. Хочешь жить в мир, начни перестройку с себя. Хочешь, чтобы законы исполнялись, начни исполнять законы. Если ты видишь, что они где-то не исполняются, требуй исполнения законов. Это и есть эволюция, в общем-то. Вы правильно сказали, совершенно верно об этом говорите, что эволюционный путь в итоге приводит к серьезным революционным изменениям. Поэтому, конечно, эволюция лучше, чем революция.